Новая жизнь, новые льготы. В этом году на поддержку многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, направили более 36 миллионов рублей. В целях повышения рождаемости на территорию города власти Самары предоставили сразу 9 дополнительных мер поддержки в рамках ведомственной программы «Самара социальная». К примеру, это ежемесячные выплаты на оплату жилья нуждающимся семьям. Это единовременная выплата на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения. Это единовременное пособие при рождении близнецов. Особое внимание детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей. Своё законное право на жильё в этом году обрели 133 человека, достигшие возраста 18 лет. Масштабные работы ведут и в рамках нацпроекта здравоохранения. В Самаре продолжаются прививочные кампании против новой коронавирусной инфекции и гриппа, и проводится плановая диспансеризация населения. «В основном она прошла в летний период времени, когда у нас не было такой вспышки, как сейчас, по коронавирусу, не было ещё вакцинирования по гриппу. И все усилия были медицинских организаций направлены на выполнение плана по диспансеризации. Поэтому мы на сегодняшний момент уже 94% и выполнили». Обсудили на еженедельном совещании в мэрии и вопрос о ликвидации несанкционированной лоточной торговли. Жителям города в очередной раз напоминают – стихийные рынки вне закона. Зачастую нелегальные базары возникают на одних и тех же участках – вблизи жилого фонда и остановок общественного транспорта. Являются источником мусора, шума и занимают значительное пространство, предназначенное для прогулок. Глава Самары Елена Лапушкина распорядилась ежедневно мониторить ситуацию, связанную с несанкционированной лоточной торговлей и проводить рейды, а также следить за тем, куда вывозятся киоски после демонтажа. «Мы же понимаем, что они где-то появятся, эти киоски. Поэтому контролируйте, уточняйте, куда они везут и проверяйте». Ежедневно специалисты составляют десятки протоколов на организаторов несанкционированной торговли. Материалы проверок рассматривают административные комиссии и на нарушителей налагаются штрафы. Рейды по выявлению незаконной торговли проводятся регулярно во всех внутригородских районах Самары. С января по август 2021 года на нарушителей было составлено 1662 протокола. Ольга Павловна, Николай Епифанов, События.